И снова всех приветствую на своем канале. Я понимаю, что я вся такая пря и обещала там кучу всего и все никак не запишу, а тут записываю первый поступивший запрос за последний час. В общем, запрос на тему моих любимых ароматов. Конечно, у меня очень много любимых ароматов, но вот самые-самые любимые, это вот несколько штук, которые я тут сейчас подобрала вам, и буду их показывать и, соответственно, рассказывать. Расскажу, пожалуй, сначала вот Пурбланка. Ему уже вот этому флакану 10, если не 12 лет. Это Эйвановская первая Эйвен Духи, которые мне очень-очень понравились. И вот они до сих пор мне очень нравятся. Иногда я их пользую, если пользую, то выливаю на себя, соответственно, очень дофига. Но они у меня стоят, есть не просят, я про них благополучно забываю. Я даже действительно про них тут целый год не вспоминала, когда стала разбираться. Ну, просто протирала там пыль, то есть все. Очень всегда думала чуть такое. Открыла, вот сейчас понюхаю, может они мне... Все-таки остаются моими любимыми и пахнут все еще точно так же духами в Эйвен. Я помню даже когда-то, ну, может лет 12 назад, вот только-только они у меня вот появились. Я тогда заказывала, еще такие были с прыскалкой в круглом шарике. Вот только-только, я не знаю, сколько лет уже этому аромату Пурбланка в Эйвен классическому. Я помню, ушла в Цветочную, у нас там дорога от дома проходит, можно пойти по дороге, а можно по периметру и мимо зоны. Зона какого-то там режима, ну, короче, где люди сейчас. И, в общем, я иду, как раз у меня, кстати, с балкона видно эту зону при желании. И сад у нас не ограничит. Говорит, я иду вся такая летняя, то-се, благоуха. Ко мне женщина подходит с коляской, говорит, ой, извините, на вас аромат Пурбланка Эйвен, мне так неудобно стало. Я говорю, да, она говорит, это вас так вкусно пахнет. Я говорю, думаю, блин, я столько на себя вылила. Говорю, и она говорит, когда вы на себя столько выливаете духов и не замечаете, это значит именно ваш аромат. В общем, это именно мой аромат в Эйвен, он мне очень-очень нравится, Пурбланка. Так, вот, тоже мне очень-очень нравится, когда он появился в Эйвен. Он мне очень понравился, запал просто душу. Это Summer White. Summer White же, да? Я сейчас что-то сразу меня переклинила на Dolce & Gabbana Blue Light. Light Blue, который мне тоже очень нравится, но на данный момент он у меня закончился. Я не знаю, стоит ли его заказывать, потому что мне, честно, меня, так подумать, мне одно время вообще на саму себя удивлялось, я очень много денег на духи тратила, так же, как в свое время очень много денег тратила на чай. Он покупал очень дорогой, когда потом получился этот Пуэрс Али или еще где-то в других магазинах. Даже вот когда сравнивала то, что я покупала на ЧБ чай и на том же Али, то же самое, практически один в один от одного же этого китайского крестьянина-производителя, то всегда так, вуууу. В общем, на духе я раньше тратила, тоже могла и за 3 или за 4 тысячи купить. Мне, вууу, и еще потом, и еще, и еще, и еще. В общем, скопить домок такой. Вот Summer White. Очень они мне нравятся. Это, наверное, уже вообще третий, наверное, флакон за всю мою жизнь, любовь с ними. За все мои любовные отношения с этими духами. Summer White от Эйвен. Это вот третий флакончик. Этот я уже покупала, когда стала сама заниматься Эйвен. Так, по-моему, с Эйвеновскими духами. Ну, те, конечно, там есть. То, что новое мне вышло. В смысле, у них новое вышло, то, что мне нравится. Но это вот именно тот аромат, без которых я точно не проживу. Ну, в смысле, конечно, проживу. Есть, топить я ведь равно смогу. Но, вот, допустим, если будут те духи, но не будут этих, то это будет уже не то. И мне захочется обязательно купить или Пурбланку, или Summer White. Очень мне нравится. У меня таких, не поверите, было и парфюмерная вода, и туалетная. Это у нас сейчас все-таки, наверное, да, это парфюмерная вода. Уда, парфюм. И рис, нуар, и фроши. Он уже снят. То есть у меня был и 75 мл. Туалетка. И 50, и еще один по 50. И две маленьких миньки 5 мл. Очень он мне нравится. Он такой зимний, классный. Просто не передавать. Передаваемый. Я одно время его пользовала только зимой. Потом какое-то время пользовала только летом. В общем, универсальный такой аромат. С какой-то чуть-чуть ноткой мужского парфюма. Такой немножко унисексовый. Очень вкусный. Был похожий в... Я его только-только, когда начала заниматься и фраше в 2011 году, был похожий аромат Eternal Magic Waven. Я помню, я тогда что-то денег... Деньгами был напряг, с работой был тоже не... Ну, в смысле, работа была, но платили очень мало. Но я помню, я тогда месяца два, наверное, откладывала на какой-то там туалетку маленькую. Сколько? В 30 мл. Такой прямоугольный флакончик. И еще ксюшка у меня тогда. Ну, вот эти-то духи ты точно должна себе позволить. То есть я 5-10. Я помню, тогда Eternal Magic я все-таки купила. Что он стоил тогда 300, что ли, с чем-то рублей. Сейчас подумать. Вот сколько я иногда трачу. Сколько я тогда... Ну, каждый раз по-разному. Финансы и романсы, так сказать. Ну, в общем, вот эти... Я даже когда Avon что-то... Ну, конечно, я пролистывала у Женьки, каталог периодически брала. Я даже не знаю, когда он ушел из производства Avon, этот Eternal Magic. Но вот этот, он снятость. И когда он закончится... Как же я буду жить без него? Люди! И вот я им, ну, пользуюсь. Когда-то меня находят так вот на все эти идеальные мои классические, самые любимые ароматы для меня. И я пользую, пользую, пользую. Потом оно раз. И оно стоит, или я допользую до конца, или оно вот так вот продолжает ждать своего часа. Так. Совсем снятость тоже. Это его сняли еще раньше, чем Элис Нуар. Это что у нас тут? Пивуан. Я даже никогда не замечала, как он тут называется. Я его всегда называла пионом. Пур де зер де пивуан. Ну, в общем, не буду я уже коверкать язык. Я сегодня получила так, что до 6 утра переводила главу с английского. Ну, там по некоторым семейным обстоятельствам получилось, что я не спала. Ну, что раз не сплю, то пришлось я делала перевод попута. Который я вообще думала, планировала доделать только максимум самое раннее воскресенье. У меня дошло до того, что я уже не понимала, какие буквы русские, какие английские на моей клавиатуре, что вообще как. И думала, что я сегодня встану и даже не соображу, на каком вообще языке говорят и думают. Так что я сейчас не буду пытаться вспомнить, как это по-французски. Пион. У меня был такой маленький флакончик. Два было по 60 миллилитров, эти 30 миллилитров. У меня такой покупала, помню, Женька. Женька. И я посылала кому-то, когда была еще в группе Ириса, года три назад с девочкой. Ну, в общем, по почте она у меня покупала, когда уже оно снятостью было. Я заделала, заюзала, в общем, 60 миллилитров. Вот у меня остался 30 миллилитров. У меня был и гель для душа, и молочко для тела этой серии. И вот этот пион, и то, что я вообще люблю и пион, и роза. И пион, кстати, можно заварить. Он вот такой же эффект, как от розы. Он успокаивает. Вы можете, короче, срубиться, если у вас нет, конечно, такого странного организма, как у меня. Может быть, я его завтра поюзаю. А может быть, он будет стоять. И есть духи, которые я потом... Они уже заканчиваются, сняты с производства. У меня их нет. И я ищу просто какую-то замену, эквивалент, что-то похожее. Вот у меня тут есть сейчас будут как раз духи, которые немножко для меня не кажутся похожими. В общем, духи, в которые я влюбилась. Первые духи, которые я купила сама, на свои деньги, сама себе. В Ифраше это цветочные одиско-классические. Вот эти вот. Это шестой, наверное, уже флакончик. 30 миллилитров. Сладости, цитрусы. Я даже не знаю, как передать. Если вы когда-нибудь их нюхали, то вы, в принципе, представляете, что это такой очень классные духи. Мне очень нравился розовый вариант 11-го года. Точнее, да, 11-го как раз года. Он у меня закончился. Когда-то в пустых баночках был. Я отставила крышечку, флакончики я все-таки выкинула. В общем, очень он мне нравился. И я как раз искала тогда замену, когда узнала, что они сняты с эти розовые, что я уже попала на то, что они уже сняты, и остались там чуть-чуть совсем на продажу и в Ифраше. То я искала себе вариант похожий. У меня был такой 2 раза по 35 миллилитров, и этот уже 100 миллилитров. Это мой Морган. Морган Де Той. Тоже Франция. Я его когда-то покупала на распродаже на клубнике. Потом я узнала, сколько он стоит. Я что-то тогда даже не думала, что там распродажа. Я думала, что цена, и ладно, и цена. Ну, подумаешь, там как-то по 200-300 рублей. Что-то такое. Когда увидела, сколько оно там стоит, уже нормальную цену. Ну, так удивилась, я поняла, что это действительно попало на распродажу. Конечно, он не совсем похож на те духи. Может быть, даже совсем не похож, но что-то такое свежее и цветочное там тоже присутствует. В общем, если вдруг однажды случится ужас, и Ифраше перестанут это производить, то у меня будет вот это. Хотя это тоже сейчас не найти, потому что, допустим, Морган Де Той у меня был зеленый, Морган Де Той у меня был голубой, голубой у меня остался. Морган Де Той зеленый я потом подарила кому-то из девчонок, но Морган Голубой, Морган Де Той, я нашла его совершенно случайно в магазине Калина в Рибинске года два назад. В общем, если вдруг что, ну, пока у меня есть вот эти два друг друга дополняющие. Очень я люблю вот эти духи. Они мне всегда приходили в подарок. Один-единственный раз я, кажется, их заказывала. Да, все-таки один-единственный раз я их заказывала. Они мне постоянно приходили в подарок. Одно время были вот эти пары в Ифраше, когда там можно было 3-7 разных предложений, можно было выбрать что-то в подарок, и он там шел в подарок за заказ за 900, по-моему, рублей, если вы делаете заказ. Вот это мне в подарок пришел. Это коллекционный лимитед, в общем, коллекционный флакон Evidence. В общем, как явность. Тут вот такой, что-то такое блестящее, какие-то мелкие стразики. Он такой пудровый, классный очень аромат. Если, допустим, замену брать, то Prima Avon очень на него похоже. Это у нас, не помню, по-моему, это все-таки парфюмерная вода. Держится он на мне 2,5 дня, даже туалетка. Их держалось, ну, больше, около двух суток. Один из флакончиков, я не помню, здесь, по-моему, у меня 50, или фиг знает, сколько тут миллилитров, или 75. Наверное, где-нибудь написано, но уже оно стерлось. Наверное, все-таки тут 50 миллилитров. У меня был флакон на 75, я помню, кто-то у меня такой покупал, кому-то я дарила. Но в основном я его пользовала сама. Однажды я за месяц за 3 100 миллилитров такую вот выпрыскала, вы не поверите. У меня и маленький флакончик был, такие миниатюрки, 15 миллилитров. Вот сейчас у меня остались только 2, я их берегу, я хотела его подарить тетушке, но она не любит сладкий запах, и этот, похоже, она просто не поняла. В общем, поэтому он мой. В прошлом году по скидке и по бонусу я купила себе, в общем, они стоили 2 500, была скидка 700 рублей на них, и 700 рублей у меня еще был бонус. В общем, мне они обошлись 1000 рублей. Это вот такие с пумпочкой. Прям Советский Союз. Лекстрат де парфюм вообще называется. В общем, это духи. И я их тоже периодически пользую, но я так вот, не всегда я врубаюсь на что тут сжать. Я сначала думала, что вот на эту штуку. Потом я думала, что на эту штуку. Зачем тогда вот эта пумпочка, если кто-нибудь из смотрящих это видео знает зачем это, напишите, пожалуйста, в комментариях. Сейчас я попробую это как-то на себя тыркнуть. Так, все-таки я не понимаю, как их прыскать, потому что куда-то надо покрутить. Ну-ка, ся. Или сюда. Ладно, не буду. А, во, поняла, надо прокрутить, и оно выходит. Все-таки я тормоз. Но на нее жмешь, оно все равно не идет. Ладно, не буду я их все-таки мучить. Но я их очень люблю. Очень люблю вот эти духи. Это тоже уже дикая снятость. Я помню, мне, я у подружки была еще, когда не занималась, может, в 2009 году. Пришла, она мне показывала, что у нее есть, и какие у меня были духи. Но мы так с ней обменивались. Она тоже вдали, и она как-то у меня посмотрела, что и как. Потом она мне, вот я сейчас свои сокровища покажу. У нее были обе вот эти варианты. И мне очень понравились оба аромата. Они чуть-чуть отличаются от ода любви, от ода страстной любви. И вот это вот название, которое я тут в предыдущем видео вспоминала. И она говорит, хочешь, я тебе какую-нибудь подарю? Какой тебе понравится? Я говорю, ну, давай вот так. У меня неудобно было. Думаю, блин, большой флакон, зачем у нее? А она, значит, мне в коробочке в такой красивой, квадратной, мне помню, кажется, малино-розовой такой, чем-то смахивающей по обработке материала, ну, по самой этой коробочке, на тот же такой бархатный тон, как был в Дольче Габан, на Блюлайт. Вот там, если кто пользовал духи, вот Блюлайт, там у них как раз вот этот такой бархатистая такая картонка. И в общем, и она мне так, говорит, ну, и она мне дарит целый полноценный флакон, эти 100 миллилитров вот такого вот Ода Любви. В общем, он у меня очень долго был, когда я уже потом начала заниматься и фраше, он у меня еще оставался. И получается так, что мне они очень нравятся. И там в каталоге они уже, я знаю, что они снятостью, ну, уже снимают их с производства. И в каталоге по бланку предложение, что, допустим, если заказывать это такую-то сумму, ну, что-то можно выбрать там вплоть до духов в подарок за определенную сумму. Я заказываю их, и вот эти мне приходят в подарок. И, в общем, они мне очень-очень нравятся. Я просто от них тащусь. Я тоже вот когда у меня их не было, ну, закончились, я ждала эту посылку, думала, заказать, не заказать. У меня тогда мальчик, с которым мы общались, если, в общем, он мне приятель, он, ну, парень, будем так говорить, сказал мне, что если вот хочется, ну, закажи себе, вот, ну, что типа мучаться. Я искала эквиваленты похожести. Вот, допустим, это в Мэри Кэй там есть, думая о тебе, кажется, так называются духи, в голубеньком маленьком флакончике очень похожи. Потом есть что-то в Эйвене, тоже такое похожее. Так что, если они однажды все-таки закончатся у меня, а я их то берегу-берегу, то выпрыскиваю на себя, то я, наверное, буду доюзывать уже Эйвен. Хотя жалко, что вот такие крутые духи, которые много используются спросом, их все-таки потом снимают с производства. Непонятно почему и зачем. Так, вот эти мне очень нравятся. У меня 2 или 3 флакона таких было. Они приходили раньше в подарок. Один раз я сама их заказывала. Они, конечно, не особо стойкие. Я сейчас тут уже занюхалась, а кофе у меня в другой комнате. Точнее, на кухне за ним надо идти. Не буду я прерывать видео, чтобы понюхать кофе. В общем, они мне очень нравятся. Этот зеленый чай. И фрошевский, это кеньская вода. Потом у меня есть поменьше флакончика. Тот, который мне Аленка подарила, это Элизабет Арден. Одни из моих самых первых духов, которые я стала пользоваться, ну, которыми я вообще стала пользоваться духами. Это были Биг Моз. Я не помню их, кто производит. И Элизабет Арден. Я ее одно время покупала через сайт Green Mama, когда они делали заказы духов через свое производство, часть своего производства во Франции. Элизабет Арден. Потом мама мне покупала. Я сама где-то покупала. Мама надарила, соответственно, я покупала. Потом я заказывала их уже на клубнике себе и тетушке своей отдельно. Мне себе набор как раз вот мне этот, с теми духами, кажется, пришел этот блеск за первый заказ. И вот тут мне подарила Аленка. Они, конечно, не очень стойкие. Это просто туалетная вода. Но они такие шикарные. Я их так очень люблю. Элизабет Арден. Я хотела даже собрать всю коллекцию этих чаев, но мне вот пока не получалось. Потом, когда я их видела, допустим, на озоне, у меня или денег не было, или жаба душила, или кто-нибудь отговаривал. Ну, в общем, как-то так не сложилось. У меня даже, кажется, ВКонтакте на странице висит список того, что мне дарить на день рождения или так, на какие-то еще праздники. Просто так, все, что мне... Если решили что-то мне подарить, то вот вам список, да. И вот там стоит как раз пункт Элизабет Арден коллекция зеленый чай. И вот все ее варианты. Там лавандовый какой-то чай был, еще что-то. Ну, и последнее. Мой фаворит. Это, конечно же, классическая натурель от Ифраше. Сколько у меня их флаконов уделалось. У меня еще в запасах стоит. Я не знаю. Мне кажется, может, до 17-го года срок годности. Но ифрашецкие духи, я так поняла, у них срок годности не влияет. Дата этого последнего апшика не влияет на сам аромат. Очень их люблю. Ну, понятно, что я их уделала. Тут очень-очень много. У меня 2 литра флакона было. Очень много минек было. Этих маленьких по 7,5 мл. Женьке они очень нравятся, эти духи. Я и минек тогда раздаривала. Ну, в общем, очень-очень их люблю. Вот такие у меня фавориты парфюма. Ну, так как был все-таки один запрос на них, то я думаю, что я удовлетворила. Хоть один, если есть запрос, то, значит, да, есть спрос, да. Все-таки, как минимум, одному человеку должно быть интересно. Ну, в общем, если вы досмотрели до конца, то я очень рада. Ну, и до новых встреч. Пока.